Замечательная династия Шустов не возвращал перерасход Но 10 рублей было, кстати, не так уж мало Можно было, например, ну килограмм икры стоило 3 рубля Можно было, например, разбросать 3 килограмма икры И там еще на сдачу водочкой полить там полутора литрами, допустим Надо сказать, история сработала Она попала в газеты, публике стало интересно, что за шустовская водка такая Через месяц уже во всех кабаках была шустовская водка Так вот, когда его сыновьям, Василию и Сергею, понадобилось продвигать свой продукт в мире Они не стали изобретать ничего нового Они взяли старую схему, но немножко ее видоизменили На этот раз были наняты молодые люди из хороших семей Они приходили в рестораны Европы, Америки, в дорогие рестораны Обязательно с дамой Заказывали лучший стол Когда им все это сервировали, они это все дожидались Когда заканчивалась сервировка, они спрашивали шустовскую водку Им говорили, нет, не знаем, на что эти молодые люди Изображали гнев, извинялись перед дамой И, аккуратно расплатившись по счету, с обиженным видом уходили, не тронув ничего Ну, естественно, на ту же самую удочку попались и европейские рестораны Что и московские кабаки через месяц, везде была шустовская водка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...